Всем привет, друзья, и добро пожаловать на сегодняшнюю практику. Она будет называться Yoga Flow, то есть каждая асана будет плавно перетекать из одной в другую. И давайте начнем. Делаем глубокий вдох, руки поднимаются вверх над головой, выдох, руки у груди. Глубокий вдох, руки тянутся вверх, выдох, соединяем ладони у груди. И последний раз, глубокий вдох, руки поднимаются вверх, выдох, руки у груди. Кладем одну руку на грудь, вторую на живот и стараемся все свое внимание перенести на дыхание. Почувствуйте, как с каждым вдохом одна ваша ладонь сначала поднимается вверх и затем опускается вниз вместе с движением грудной клетки. Грудная клетка на вдохе расширяется, на выдохе опускается вниз. Постарайтесь сконцентрироваться на своем дыхании, погрузиться внутрь себя и настроиться на эту практику. Теперь ставим указательный и средний палец в точку между бровей, в зону третьего глаза и поочередно сначала делаем вдох одной ноздрёй и выдыхаем через другую ноздрю, зажимая их пальцами. Вдох через правую ноздрю, поменяли, выдох через левую. Вдох через левую ноздрю, поменяли, выдох через правую. И продолжайте в своем темпе. После каждого вдоха мы меняем ноздрю, постарайтесь сконцентрироваться на дыхании, глаза здесь можно закрыть. Вдох через одну ноздрю, поменяли, выдох. Вдох, поменяли, выдох. Вдох, снова поменяли, выдох. Это очищающее, настраивающее дыхание, которое поможет вам погрузиться в нужное состояние для нашей сегодняшней практики. Поэтому продолжаем дышать. Здесь можно прочувствовать, какая из ноздрей дышит хуже и перенести туда свое внимание, чтобы исправить это. И медленно опускаем руки на колени. Со следующим вдохом руки поднимаются вверх над головой, выдох, руки у груди. И теперь мы готовы приступить к самой практике. Мы начнем с урьяна маскар или приветствия солнцу. Встаем в начало коврика в тадасану, руки вдоль тела. Глубокий вдох, руки поднимаются вверх, небольшой прогиб назад. Выдох, глубокий наклон вперед. Вдох, приподнимаем туловище вверх. Выдох, снова опускаемся в наклон. Вдох, шаг назад правой ногой прогибаемся назад. Выдох, подшагиваем в собаку мордой вниз, отстраиваем собаку. Затем на выдохе переходим в планку, четаранга и собака мордой вверх. Вдох, снова переходим в собаку мордой вниз. Делаем шаг вперед правой ногой, прогибаемся назад. Это вдох. На выдохе подшагиваем другой ногой, оказываемся в положении наклона на выдохе. Вдох, приподнимаемся вверх. Выдох, опускаем туловище. Глубокий вдох, поднимаемся полностью вверх, небольшой прогиб. Выдох, руки у груди. И еще пару раз повторим сурья намаскар. Исходное положение тадасана. Делаем глубокий вдох, прогибаемся назад. Выдох, наклон вперед. Вдох, приподнимаемся на 90 градусов. Выдох, снова наклон. Шаг назад правой ногой. Это вдох. На выдохе отшагиваем собаку мордой вниз. Отстраиваем положение. Переносим вес в планку. Чатаранга, собака мордой вверх. Это вдох. На выдохе снова переходим в собаку мордой вниз. Делаем шаг вперед правой ногой, прогибаемся назад. На выдохе подшагиваем положение наклона. Вдох, слегка приподнимаемся вверх до прямой спины. Выдох, опускаемся. Глубокий вдох, поднимаемся полностью вверх. Делаем прогиб. Выдох, руки у груди. И повторим еще раз. Глубокий вдох, руки поднимаются вверх. Прогибаемся назад. Выдох, наклон вперед. Вдох, приподнимаемся. Выдох, опускаемся. Вдох, шаг назад. Прогиб. Выдох, собака мордой вниз. Переносим вес в планку. Чатаранга, задержка дыхания. Собака мордой вверх. Вдох, выдох, опускаемся в собаку мордой вниз. Делаем шаг вперед правой ногой, прогиб назад. Подшагиваем второй ногой, оказываемся в положении наклона. Выдох, вдох, приподнимаемся вверх. Выдох, наклон. Глубокий вдох, полностью вырастаем наверх. Небольшой прогиб. И возвращаем руки к центру груди. И продолжаем в том же темпе. Следуя за дыханием, делаем глубокий вдох. Прогибаемся назад. На выдохе глубокий наклон вперед. И теперь задержимся в этом положении. Углубляя наклон, с каждым выдохом мы расслабляем мышцы поясницы, всей спины, шеи. Делаем замок за спиной. Выводим его вверх и вперед. Тянемся замком к полу, прижимая грудь к коленям. Макушка стремится к полу. И затем снова опускаем ладони на пол. Левая рука остается на полу. Сгибаем правую ногу в колени, а противоположную руку кладем на крестец. Скручиваем позвоночник. Смотрим через правое плечо назад. Обратите внимание, что крестец должен быть ровным, а не округленным. И меняем сторону. Теперь левая нога сгибается в колени. Правую руку мы ставим на крестец и скручиваемся в сторону. Обе стопы стоят равномерно на коврике. Мы лишь сгибаем колено, но вес распределяется равномерно. За счет этого идет скручивание. И опускаем руки на коврик. Отсюда мы отшагиваем в положение собаки мордой вниз. Здесь можно посгибать колени, провиснуть слегка в плечах, найти свое удобное положение и уже после этого зафиксировать собаку мордой вниз. Затем поднимаем правую ногу вверх. На выдохе тянем колено к носу. Вдох. Снова поднимаем вверх. Выдох. Левый локоть, левая кисть, левый локоть, нога снова вверх. Теперь правый локоть, правая кисть, правый локоть и нога поднимается вверх. Снова к носу и задержим колено в этом положении. Три, два, один. И опускаем ногу в собаку мордой вниз. Теперь то же самое на другую ногу. Левая нога поднимается вверх. На выдохе колено тянется к носу. Вдох. Нога снова вверх. Выдох. Левый локоть, левая кисть, левый локоть. Нога снова вверх. Выдох. Правый локоть, правая кисть, правый локоть и нога поднимается вверх. Выдох. И задержали. Три, два, один. И опускаем. Из положения собаки мордой вниз плавно переносим вес в планку. Затем сгибаем локти четарангом. Вдох. Прогибаемся в собаку мордой вверх. Опускаем колени на коврик. Ягодицы на пятки. Руки вытянуты перед собой. Лоб на коврике. Поза ребенка. Поза расслабления. Восстановление. Отталкиваемся коленями от пола. Оказываемся в положении собаки мордой вниз. И сразу же поднимаем правую ногу наверх. Сначала бедро закрыто. Затем раскрываем бедро и сгибаем колено. Вращаем ногой. Сначала по часовой стрелке. Затем против часовой стрелки. Разрабатываем тазобедренный сустав. Вытягиваем ногу наверх. И на выдохе опускаем колено между ладоней. Оказываемся в положении голубя. Делаем вдох. Наклоняемся вперед. На выдохе прогибаемся назад. Вдох. Наклоняемся вперед. Выдох. Небольшой прогиб назад. Следуйте за своим дыханием. Расслабляйте мышцы. И с очередным выдохом наклоняемся вперед. Задержимся в этом положении. Здесь очень важно, чтобы бедро полностью оставалось закрытым. Лучше не наклоняться слишком низко. Но оставлять бедра ровно и параллельно направлению ковриком. Делаем вдох. Приподнимаемся вверх. И снова встаем в собаку мордой вниз. То же самое на другую ногу. Левая нога поднимается вверх. Сначала бедро закрыто. Затем раскрываем бедро. Вращаем ногой сначала в одну сторону. И меняем направление в другую сторону. Разрабатываем тазобедренный сустав. Нога тянется вверх. На выдохе колено опускается между ладоней. Поза голубя. Вдох. Прогибаемся назад. Выдох. Наклоняемся вперед. Вдох. Прогибаемся. Выдох. Наклоняемся. Следуем за своим дыханием. На выдохе полностью опускаемся на ногу. Только при условии, что ваши бедра ровно параллельно коврику. И затем приподнимаемся вверх. Переходим собаку мордой вниз. На вдохе переносим вес в планку. Выдох. Сгибаем локти чатаранга. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Опускаем колени на пол. Ягодицы на пятки. Руки вытянуты. Лоб на коврике. Поза ребенка. Расслабляемся. На вдохе отталкиваемся коленями от пола. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Правая нога поднимается вверх. Выдох. Большой шаг вперед между ладоней. Поза воина номер один. Задняя стопа под углом 45 градусов. Руки над головой. Выводим правую руку вперед, левую назад. Поза воина номер два. Затем наклоняемся назад на выдохе. Вдох. Поднимаемся вверх. На выдохе локоть опускаем на колено. Тянемся вверх и вперед. Выдох. Снова поднимаемся вверх. Выдох. Тянемся ладони вперед. Выдох. Другой ладонью назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Затем ладонь опускаем с внутренней стороны от стопы. Смотрим вверх. Раскрываем плечевой сустав. Скручиваемся. И затем обе ладони опускаем на коврик. Слегка подшагиваем второй ногой. Отрываем ее от пола. Держим под углом 90 градусов. Правая ладонь на коврике. Левая поднимается вверх. Поза луны. Здесь держим баланс. Стараемся сохранить его. Опускаем сначала кисть на коврик. Переходим в позу воина номер три. Ладони можно соединить у груди. Или же вытянуть вперед. Здесь тело и нога это одна ровная линия. Стараемся сохранить баланс. Макушкой тянемся вперед. И на выдохе медленно поднимаемся вперед. Выводим ногу перед собой. Сгибаем ее в колени. Еще одна поза баланса это поза дерева. Мы ставим стопу на внешнюю сторону бедра. Если получается. Если у вас не получается. Ставим ее на голень. Или же совсем на стопу. Задержитесь там где вам удобно. Только избегайте положения когда стопа упирается в колено. Это может быть травмоопасно. Найдите точку перед собой. Зафиксируйте взгляд. Держите баланс. И медленно опускаем. Делаем наклон вперед на выдохе. Расслабляемся. Затем снова отшагиваем в собаку мордой вниз. И то же самое на другую ногу. Левая нога поднимается вверх. Делаем большой шаг вперед. Выпад. Воин номер один. Руки над головой. Стопа 45 градусов. Затем стопу разворачиваем параллельно коврику. Воин номер два. Наклон назад. Затем локоть на колено. Тянемся вверх и вперед. Растягиваем всю боковую поверхность тела. Снова воин номер два. Тянемся вперед за ладонью и назад. Вдох вперед. Выдох назад. Вдох вперед. Выдох назад. Опускаем левую ладонь с внутренней стороны от стопы. Правая тянется вверх. Скручиваемся. Затем обе ладони опускаем на коврик. Подшагиваем ногой и отталкиваемся от пола. Левая рука на полу. Правая тянется вверх. Поза луны. Держим баланс. Опускаем ладонь на коврик. Затем переходим в позу воина номер три. Ладони у груди или же вытянуты вдоль тела или вверх над головой. Затем с выдохом вытягиваем ногу перед собой. Поднимаемся вверх. Теперь держим баланс в позе дерева. Выберите свое удобное положение ноги на бедре, голени или стопе. Можно также руки поднять вверх над головой. Чтобы усложнить, можно попробовать посмотреть на ладони и сохранить баланс. И опускаем. Делаем глубокий вдох. Руки поднимаются вверх. Выдох. Наклон вперед. Здесь же отшагиваем собаку мордой вниз. И делаем большой шаг вперед правой ногой. Снова выпад. Но теперь уже опускаем колено на коврик. Здесь, следуя за дыханием, мы сначала сгибаем, затем выпрямляем правую ногу. Старайтесь растягивать мышцы именно на выдохе. Так они смогут лучше расслабиться и растянуться. Эта динамичная растяжка поможет вам растянуть тазобедренный сустав, мышцы под коленями. И с очередным выдохом мы выпрямляем правую ногу и наклоняемся вперед на нее. Задержимся в этом положении. Почувствуйте растяжение мышц под коленями. Бедра обязательно должны быть направлены по направлению коврика. Не заваливайте их в сторону. И затем меняем ногу. Теперь правая нога у нас впереди. Мы сгибаем ее и выпрямляем, следуя за дыханием. Старайтесь с каждым разом опускаться чуть ниже и ниже, зафиксироваться буквально на секунду и затем менять положение. С очередным выдохом наклоняемся на прямую ногу. Бедра у нас ровно по направлению коврика. Стопа направлена на себя, колено тянется к полу. Спину мы держим максимально ровной, не округляем ее слишком сильно и затем медленно поднимаемся. Сейчас мы немного поработаем на мышцы пресса и спины. Оказываемся в положении планки. Спина у нас максимально ровная, не округляем поясницу. Левую руку вытягиваем вперед и правую ногу поднимаем вверх. Держим баланс и затем меняем правую руку поднимаем вверх и левую ногу. Снова меняем левая рука, правая нога. Меняем правая рука, левая нога. Старайтесь держать баланс, не подниматься слишком сильно вверх, не округлять поясницу. Старайтесь держать точку баланса ровно посередине, чтобы не падать. Из положения планки переходим в боковую планку. Одна рука остается у нас на коврике. Вторую руку можно поставить на бедро. Стопы соединены. Чтобы усложнить задачу, можно поставить стопу на внешнюю сторону бедра и поднять одну руку вверх. Также можно выпрямить ногу в сторону. Задержимся в этом положении и затем локоть касается колена. Вдох, вытягиваемся в сторону. Выдох, соединяем локоть колена. И еще раз. Выдох, вытягиваемся, вдох, соединяем. Меняем положение. То же самое на другую сторону. Переворачиваемся в боковую планку. Рука на бедре или же вытянута вверх. Стопа также либо соединена с другой стопой, либо на внутренней стороне бедра. И теперь вытягиваемся вверх и соединяем колено и локоть. Три, два, один. И возвращаемся в планку. Встаем на колени и на вдохе прогибаемся назад, тянемся макушкой к копчику. На выдохе округляем спину, прижимаем подбородок к груди. И так, следуя за дыханием, работаем всем позвоночником. С каждым вдохом и выдохом стараемся прочувствовать каждый свой позвонок. Двигаемся плавно, макушкой тянемся к копчику. Когда спина округляется, подбородок прямо прижимается к груди и подкручиваем копчик под себя. Теперь делаем то же самое, только в другой плоскости. Правое ухо тянется к правому бедру, затем левое ухо к левому бедру. Расслабляем позвоночник, двигаемся вместе с дыханием, не забываем дышать ровно, спокойно, равномерно и возвращаемся в нейтральное положение. Правую ногу поднимаем вверх, она остается согнутой в колени и правой рукой мы беремся за стопу через спину и стараемся приподнять ногу немного вверх. Задержитесь в том положении, где ваша поясница не будет страдать. Держим. Три, два, один и опускаем. Теперь левая нога поднимается вверх, она согнута в колени. Правой рукой беремся за стопу. Стараемся вытянуть колено, но конечно же мы его не вытягиваем, иначе поясница будет страдать. Задержимся. Три, два, один и опускаем. На выдохе мы расслабляемся, опускаем ягодицы на пятки, вытягиваем руки перед собой, лоб лежит на коврике, поза ребенка, дышим, восстанавливаем дыхание. Затем колени отрываются от коврика, собака мордой вниз. И теперь на выдохе мы плавно переносим вес на руки, прогибаемся, оказываемся в положении собаки мордой вниз. И затем также плавно и медленно снова переходим в собаку мордой вниз. Прочувствуйте, как ваш позвоночник делает эту красивую, плавную волну, следуйте за дыханием, старайтесь чувствовать каждую свою мышцу, двигайтесь медленно, плавно, никуда не торопитесь. Старайтесь чувствовать свое тело, чувствовать его движение, чувствовать дыхание и двигаться одновременно с ним. Прислушайтесь к своему телу и двигайтесь именно так, как вам сейчас комфортно, в вашем личном темпе. Расслабляйте позвоночник. Задержимся снова в собаке мордой вниз, подшагиваем ближе к рукам, оказываемся в положении наклона и на вдохе руки через стороны, поднимаемся полностью вверх, выдох, руки у груди. Вдох, тянемся руками вверх, выдох, наклон вперед. Сгибаем ноги в коленях, сначала переходим в сидячее положение, затем вытягиваем ноги перед собой и, держась за колени, позвонок за позвонком, опускаемся на коврик, ложимся, ноги выпрямлены перед собой, правая нога поднимается вверх. Беремся за колень или за щиколотку или за стопу, если у вас получается, и тянем ногу на себя. Старайтесь колено держать прямым. Если у вас не получается взяться за стопу, возьмитесь просто за мышцу под коленом и тяните ногу на себя. Но если вы смогли взяться за стопу, можно упереться рукой в колено, стараться его максимально выпрямить. И теперь снова поделаем динамичную растяжку, когда мы сгибаем и разгибаем колено. Старайтесь с каждым разом, когда колено выпрямляется, тянуть ногу еще чуть ближе на себя и обязательно делать все на выдохе. Выпрямляем ногу, держимся только правой рукой за стопу, левую руку кладем в сторону и отводим ногу в правую сторону. Снова возвращаем в центр и отводим в сторону. Снова в центр, делаем глубокий выдох и отводим в сторону. Старайтесь опять-таки следовать за своим дыханием. В йоге дыхание очень важно. И медленно опускаем. То же самое на другую ногу. Сначала держимся за голень или за стопу или за мышцу под коленями, где вам удобнее. И тянем ногу на себя. Динамичная растяжка. Сгибаем, разгибаем ногу в колени, держась за стопу. С каждым выдохом притягивая ногу чуть ближе к себе. Затем перехватываемся и держимся за стопу только левой рукой, другую отводим в сторону для баланса. И на выдохе медленно опускаем ногу в левую сторону. Снова в центр, в сторону, в центр, в сторону и медленно возвращаемся. Обе ноги поднимаем вверх, тянем их на себя, держась за щиколотки. Старайтесь колени держать прямыми и работаем стопами от себя на себя, от себя на себя. Почувствуйте, как работают разные мышцы ваших ног. Держим стопы на себя и беремся за пальчики ног. Разводим ноги в стороны, сгибаем в коленях. Это поза счастливого ребенка. Здесь можно покачаться из стороны в сторону. Эта асана отлично раскрывает тазобедренные суставы. Это одна из моих любимых асан. Очень приятное расслабление, вытяжение. Здесь можно также поработать слегка ногами, посгибать их в коленях, посгибать сначала одну ногу, затем другую или обе одновременно. Максимально расслабить тазобедренный сустав, колени стремятся к полу. Держимся за пальчики, расслабляемся. Медленно опускаем, ставим стопы на коврик, сделаем еще одно очень приятное вытяжение. Левая нога остается на коврике, правую ногу закидываем на колено, держимся за мышцу под коленями и тянем ноги на себя. Здесь очень приятно растягивается ягодичная мышца и также коленный сустав. Задержимся в этом положении, дышим. Стопы лучше всего держать на себя для лучшего вытяжения и отпускаем. Повторим все тоже и на вторую ногу, закидываем левую стопу на правое колено, держимся за мышцу под коленями и тянем ноги на себя. Стопы также направлены на себя. Левым локтем можно отталкивать колено еще чуть больше в сторону, раскрывая тазобедренный сустав. Дышим, расслабляемся и медленно опускаем. Отрываем ягодицы от коврика, оказываемся в положении полумоста, оба плеча одинаково лежат на коврике. Сжимаем ягодицы и стараемся таз поднять максимально вверх. Теперь левая нога остается на коврике, правую ногу поднимаем вверх, выпрямляем ногу в колени, стараемся держать баланс и опускаем. Теперь левую ногу поднимаем вверх, держим. Три, два, один, опускаем. Снова правая. Три, два, один. И меняем левая. Три, два, один, опускаем. Еще пару секунд задержимся в положении полумоста и затем позвонок за позвонком медленно выстилаем позвоночник на коврик. Обе ноги поднимаются вверх. Задержимся в этом положении, поработаем стопами. Стопы от себя на себя, от себя на себя. Все практики лучше всего завершать перевернутыми положениями. Так кровь течет в противоположном направлении, разгоняется лимфа. Меняем стопы сначала одну на себя, потом другую от себя. Работайте в удобном вам темпе, двигайте стопами так, как вам комфортно. Главное, чтобы ноги были направлены вверх и шел отток крови. Я очень советую находиться вам в перевернутом положении хотя бы по 10 минут в день. Это очень полезно для организма. И каждую практику йоги лучше всего завершать перевернутыми асанами. Можно поработать стопами, повращать их внутрь, затем наружу. Уделите совсем немного времени для того, чтобы ваша кровеносно-сосудистая система была здорова и обогащена кислородом. Перевернутые асаны в этом очень помогают. Затем, держась за колени, покачаемся на позвоночнике вперед-назад, расслабим все мышцы спины, покатаемся вперед-назад, можно покачаться из стороны в сторону. И затем вытягиваем ноги перед собой, правую ногу сгибаем в колени, отводим ее в левую сторону, правую руку вытягиваем в противоположную сторону и скручиваемся. Обратите внимание, что оба плеча должны одинаково лежать на коврике, колено лишь стремиться к полу, оно не обязательно должно лежать на полу. Почувствуйте, как скручивается ваш позвоночник, прочувствуйте эту спираль и расслабляемся. Дыхание остается ровным, спокойным, мы не задерживаем дыхание в этом положении. Глаза можно закрыть. Приятное растяжение позвоночника. И медленно-медленно возвращаемся. Теперь левую ногу сгибаем в колени, колено стремится к полу, левую руку вытягиваем в сторону, голова направлена влево. Скручиваемся, расслабляем мышцы. Оба плеча лежат на коврике, еще раз проверьте это. Закрываем глаза, расслабляем позвоночник. Приятное вытяжение мышц в завершении нашей сегодняшней практики. И медленно возвращаемся. Вытягиваем ноги перед собой, чуть шире ширины плеч, руки вдоль тела ладонями вверх, глаза закрыты, шавасана, поза трупа. Завершающая асана нашей сегодняшней практики. Сейчас это ваш шанс погрузиться внутрь себя, перейти в состояние медитации, восстановиться после этой практики и насладиться присутствием в настоящем моменте, насладиться ощущениями своего тела после практики, наполниться благодарностью за то, что вы встали сегодня на коврик и выполнили эту практику, позаботились о своем теле, о здоровье своего духа и своего организма. Возвращайтесь к своему дыханию, отслеживайте, как вы делаете вдох и как делаете выдох. Расслабляйтесь. Все ваше лицо полностью расслаблено. Не сжимайте челюсти, отпустите язык, расслабьте веки, расслабьте брови. Перенесите свой взгляд в точку между бровей и просто сконцентрируйте там свое внимание. Если какие-то мысли к вам приходят, просто наблюдайте за ними. Пускай они приходят и уходят. С очередным вдохом вытягиваем руки вверх над головой, тянемся в стороны и затем поворачиваемся на любой из удобных для вас боков. Медленно отталкиваемся от коврика, переходим в сидячее положение, кладем руки на колени, глаза можно закрыть. Делаем глубокий вдох и глубокий расслабляющий выдох. Наполнитесь благодарностью за выполненную практику, а я шлю вам свою благодарность за то, что вы были сегодня со мной. Я хочу, чтобы вы помнили, что ваше здоровье, вашего организма и вашего духа в ваших руках. Сила всегда внутри тебя. Делаем глубокий вдох, руки тянутся вверх, выдох, руки у груди в намасте. Благодарю вас за практику. Спасибо, что были со мной. Увидимся совсем скоро. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok